Встречное предложение вам как журналистам, если у вас будет желание. Если вы хотели у кого-то из трудящих взять интервью, или вы взяли интервью, записали, то мы бы могли его разместить на канале Фонда Рабочей Академии. У вас была бы такая журналистская работа с кем-то из рабочих, по делам, которые на предприятиях бывают и так далее. Вот это имейте в виду. А? Хотите, да? Вот, Сергей Викторович, договоритесь, как связываться? Фонда Рабочей Академии, это зарегистрированное в 1994 году общественное объединение. Министерством юстиции Российской Федерации я являюсь его президентом. Итак, здравствуйте, товарищи. Начинаем консультацию. Задача консультации состоит в следующем. Есть вопросы, которые для вас абсолютно ясны и понятно, как на них отвечать. И точнее, как на них отвечать на отлично. А есть вопросы, в отношении которых у вас есть некоторые сомнения. Вы хотели бы, чтобы я это уточнил, или вам что-то разъяснил, или что-то поправил и так далее. Поэтому консультация имеет какой формат? Формат такой, что вы задаете любые вопросы, связанные с теми вопросами, которые вам даны. И в данном случае вы как бы меня экзаменуете, а я вам отвечаю. Как только это закончится, наша консультация, тогда ситуация переворачивается, и завтра в 10 утра начало экзамена, как вы знаете. Здесь же в 504 аудитории я буду вооружен ведомостью, и все будет носить сугубо формальный характер. Там никаких вопросов, как вы понимаете, экзаменатору, ну какие вопросы экзаменаторы не задают. И экзаменатор никаких вопросов не отвечает. А сегодня наоборот. Я на все вопросы, какие вы зададите, буду отвечать, любые, и столько, сколько вам нужно для того, чтобы разобраться в тех проблемах, которые есть. Пожалуйста. На консультацию никто не обязан приходить, а кто пришел, имеет, так сказать, все безграничные права. Слушаю вас. В вопросе политический спектр общества, это довольно широкий вопрос, но мы, наверное, о России говорить, или... А? Нужно? Вопрос в политический спектр общества. Я-то я слышал, да. Можно конкретно о России говорить? Да. Да. Нет, не совсем так. Говорить нужно о том, что это такое, политический спектр общества. А на примере потом можно будет приводить пример, в качестве примера России, но не обязательно, вы можете взять в качестве примера и другую страну. Может, вам проще Мозамбик взять? Я смотрела вашу лекцию, вы говорите про Россию. Я говорил про Россию, но вам здесь хочется, вам Мозамбик, а у вас не написано же политический спектр России, там написано политический спектр общества. А в качестве примера можно говорить все, что угодно, правильно? Конечно, ведь что такое политический спектр? Это понятия, применимые к самым разным странам, да? Применимые. Но и мы разбирали, что это такое. А раз, если мы понимаем, что это такое, если вы можете ответить на вопрос, что это такое, что такое политический спектр? Имеется в виду все политические партии, движения, которые есть в обществе. В разных странах они и называются по-разному, но при этом разнообразии у нас сейчас какое? Какие два типа общества есть в мире? Даже три типа общества в мире. На классе в мире? А? На классе в мире? На формационном уровне. Какие мы имеем формации в современном обществе? В современном мире? Буржуазно. Буржуазно. Буржуазно не формация, буржуазно это класс. Это рабочий класс. Рабочий класс может быть в буржуазном обществе, может быть в социалистическом обществе, правильно? Может быть в переходном периоде. У нас какая картина? Политическая картина вообще, то есть политическое устройство различных стран, какое? У нас есть чисто капиталистические страны, раз. У нас есть социалистические страны. Что такое социалистические страны? Вот по этому поводу, сколько я не бьюсь, я даже удивляюсь, то ли нынешнее образование такое слабое, то ли еще как-то вот для тех, с кем я учился, и это ведь старый вопрос. Социалистическая страна называется с момента совершения социалистической революции. Вот совершила социалистическая революция, она социалистическая. А в этот период, когда она с момента совершила социалистическую революцию, социализм есть? Ну как она может быть, социализм? Откуда этот социализм? Социализм это что такое? Это коммунизм в первой фазе. Откуда? Как коммунизм вы сразу получите? Какая экономика на второй день? Вот у нас 7 ноября была революция, а 8 ноября какая была экономика? Ну такая, как и 7. А 9 ноября какая была экономика? Такая, как и 8. И вообще национализация в России, например, когда прошла? Основных средств производства. А? Национализация. Вот совершилась социалистическая революция 7 ноября 1917 года, 25 октября по старому стилю. Когда прошла национализация в России? В Советской России когда прошла национализация? Ну все понимают, что пока национализации нет, собственность какая господствует? Ну частная. Ну частная. Ничего не произошло в экономике, кроме одного. Рабочий контроль был введен. Что такое рабочий контроль? Вот вы можете сидеть вот здесь сбоку. И в кассе, если вы рабочий контроль. И смотреть, как я читаю лекции, как вы слушаете, какие вопросы задаете. И не вмешивайтесь ни во что. Правильно? А в чем тогда смысл этого рабочего контроля? Во-первых, в том, что предполагается национализация, и к ней надо готовиться. Чтобы были люди, которые немножко понимали в том, что они собираются национализировать. Не надо ни во что вмешиваться, но надо внимательно слушать, следить, смотреть и так далее. Это во-первых. Во-вторых, чтобы машину завести, так сказать, и чтобы станок работал, нужно очень многое знать и уметь. А чтобы его сделать неработающим, нужно очень немного, очень важную деталь выкрутить, и в ближайший водоем, в Неву, или в Фонтанку, или в Охту выбросить. И все. Поэтому вторая задача. Если вы собираетесь проводить национализацию, если, скажем, рабочий класс собирался проводить национализацию, он собирался, поскольку социалистическая революция делается не для того, чтобы установить новую власть и сидеть там, новые портфели, новые люди, а в том, чтобы делать шаги, которые ведут к социализму. А до социализма, от социалистической революции до социализма как до неба. Очень долго. Например, если вы знаете, сколько в России занял путь от социалистической революции до построения социализма. Россия уже преобразовалась в СССР, присоединила еще другие республики, да, создался Советский Союз Единый. И когда построен был социализм в СССР? Это очень важный вопрос, поскольку мы уже с вами разбирали, что социализм – это коммунизм в первой фазе. Какой? Неразвитый, неполный. Почему? Потому что преодоление классов осуществлено лишь в основном. А что значит в основном? То есть нет антагонистических классов, нет класса буржуазии, все трудящиеся. А если есть трудящиеся, то никаких антагонистических противоречий между рабочим классом, колхозным крестьянством и интеллигенцией быть не может. Но это когда произошло? Это очень долгая история и очень трудная история. Это произошло… Еще раз возвращаемся, когда? В 22-м. Нет, не в 22-м, и не в 23-м, и не в 24-м. А когда появились первые… Для того, чтобы это вообще могло произойти, надо было провести индустриализацию. Индустриализацию – раз. Индустриализация – это ничего такого социалистического не представляет. Потому что индустриализация – это восполнение того, что не доделал капитализм. Индустриализация – раз. И индустриализацию проводили уже по плану. А планомерное развитие промышленности у нас датируется каким годом? В 28-м. В 28-м году появился первый годовой и пятилетний план. Только с 28-го года. То есть с 28-го года производство стало планомерно подчиняться общественным интересам. А критерием того, какая собственность общественная или частная, является… Следующий вопрос. Подчиняется производству общественным интересам? Тогда общественная собственность. Не подчиняется? Что бы там ни писали на вывесках? Социализм там, советская власть, общественная собственность – это не имеет никакого… Государственная собственность – это не имеет никакого значения. Потому что суть – общественные собственности в подчинении производству общественным интересам. Если написано там такое и такое и такое, а нет подчинения производственным общественным интересам, то тогда и социализма нет. Так вот у нас не было. Во-первых, частная собственность была в деревне. В деревне вообще развитие капиталистического строя шло, правильно? У нас снова появились кулаки, как в 1928 году. Столько же, сколько было их до 1917 года. Середняки, бедняки, батраки. И эти батраки – это сельскохозяйственные рабочие. Поэтому это очень долгая история. Поэтому и в сельском хозяйстве частная собственность царила. И никакого не может быть социализма, когда в городе нет социализма и в деревне нет социализма. Поэтому вот все эти задачи, очень сложные, были решены только к 1936 году. Поэтому с 1936 года собственность, можно было сказать, что создана общественная собственность на средства производства. А раз создана общественная собственность, то как называется общество, основанное на общественной собственности, на средства производства? Как? Коммунистическим. И в отличие от того, что в головах у обывателя, значит, дескать, вот там когда-то, когда-то может построить, не построить. В СССР был построен коммунизм. Ну какой? Не развитой, как вот, когда КПСС была при смерти. Бывают такие предсмертные судороги, и во время предсмертных судорогов всякие глупости начинают говорить. Как может социализм быть развитой, когда он по смыслу неразвитый, незрелый, неспелый коммунизм, низшая фаза, которая во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Это не то, что я сейчас вам придумал, а это написано у Марксов-Крисской годской программы, еще германской социал-демократии. И это написано было в государстве революции, до революции было, 17-го года, Ленин сидел в разливе и писал, и писал, скрывался от временного правительства. Пока здесь вот товарищ Сталин делал доклад о вооруженном восстании на 6-м съезде, осень, летом 17-го года, сначала вот в Выборгском районе, потом у Нарских ворот, а в это самое время Ленин думал, если собирается брать власть, надо же соображать, что там будет. Что получится? А вот получится может только, что именно неразвитый, незрелый и неспелый социализм. Так не бывает, чтобы сразу появился какой-то там зрелый. А зрелый или спелый социализм – это какая-то глупость, поэтому и авторов Вы не найдете, и никто не скажет, кто это придумал, такую ктуку, такую блашу. И они куда-то все попрятались и исчезли. Хотя, скажем, Суслов с этим ходил, Михаил Андреевич. Это люди, которые под эту глупость на общенародное государство, хотя государство всегда классует, подводили как бы базис. Дескать, вот экономика развитого социализма и общенародное государство. И получилась какая-то новая конструкция, далекая вообще от научной теории. Возвращаемся к этому периоду, от момента революции до построения социализма. Это какой период? Как называется? Речь-то идет не о России, не о Советском Союзе, а где-то неважно какая страна. Переходный период, не просто, а переходный. От чего к чему? От капитализма к чему? К коммунизму. К коммунизму. А уж какой там коммунизм? Это второй вопрос. Так вот, на сегодняшний день, что имеется? Имеется основная масса государств капиталистических, так? Основная масса. Но далеко уже не сильно преобладающая. Почему? Потому что, скажем, государство, которое находится в переходном периоде, или государство, где построен коммунизм, то есть социализм, такие государства на сегодняшний день только одно – КНДР. А было до падения Советского Союза, значит, Советский Союз, Куба, ГДР, Болгария, Румыния, Венгрия, Албания. А Польши нет. Потому что Польша коллективизацию сельского хозяйства не провела, и у нее была в городе общественная собственность, а в деревне – частная. И поэтому никакого социализма или коммунизма в Польше не было. Поэтому ей нечего было, собственно, там, так сказать, и рушить, поскольку она еще не построила это дело. Теперь, кроме этих стран, были еще в переходном периоде Корея, Вьетнам, да, Лаос, между прочим. В 75-м году там совершилась социалистическая революция, Лаос. Вьетнам – немаленькая страна. Сколько, как вы думаете, во Вьетнаме человек живет? Он у нас не очень фигурирует, так сказать. У нас немножко однобокая, получается, картина в средствах массовой информации. Крупные страны, так сказать, как бы игнорируются и не замечаются. Вот сколько там человек во Вьетнаме? Не знаете. 90 миллионов человек. 90 – это, во-первых. Во-вторых, Вьетнам – это та страна, которая победила Соединенные Штаты Америки. В единственной большой войне, которую Соединенные Штаты Америки самостоятельно вели. Ну, кроме, не считая Мексики. И не считая борьбой с кубинскими добровольцами на острове. А в России сколько человек живет? 140 на сегодняшний день. А вы в Вьетнаме? 90. Пожалуйста. Так вот, на сегодняшний день в странах, в которые совершили социалистическую революцию, а это Китай – миллиард 380 миллионов, Вьетнам – 90 миллионов, Канадеэр – тоже социалистическая страна, но построившая социализм, или сохранившая, можно сейчас сказать, имея в виду, что в Европе не сохранили. Канадеэр – 15 миллионов, Куба – 11 миллионов, Илаос – 6. Итого мы получаем полтора миллиарда человек живут либо в переходном периоде от капитализма к коммунизму, либо в первой фазе коммунистической формации. А всего у нас в мире сколько? Ну, это вы знаете или нет? Семь. Семь. Ну, вот видите, с чем? С чем из них полтора миллиарда? Более того, значит, когда говорят, вот весь мир капиталистический, у нас мировой кризис, нету больше мировых кризисов, не было мировых кризисов после 1917 года. Потому что эти кризисы никак не затрагивали страны, которые находятся в переходном периоде. Откуда там может быть кризис? Там нет превосходства частной собственности, поэтому там кризисов нет. Или, скажем, темпы роста. У Соединенных Штатов в Америке по сравнению с Россией бешеные темпы роста. Бешеные, потому что у нас почти нулевые, поэтому если вы возьмете 2,7 у Соединенных Штатов, два с кусочком, то это намного больше, чем у нас. И тут нам нечего нос задирать в России, потому что это просто ужасные темпы роста. А если вы возьмете китайские, там 7,2. Видите разницу? И, значит, по паритету покупательной способности ВВП китайский превошел, американский ВВП. И картина не такая, вот как была в свое время, когда Россия была одна в мире, советская, когда она по всем параметрам уступала. А ситуация такая, что, во-первых, в Китае все производится, все виды, так сказать, продукции, которые надо, совершенно у нас в состоянии все производить. Это во-первых. Во-вторых, в Китае на сегодняшний день по объему и темпу роста производства выше, чем в США. И поэтому картина поменялась. И поэтому мы наблюдаем такое явление, вот на фоне которого мы должны и другие международные вопросы рассматривать, что в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая входит в США и Россию, входят крупнейшие капиталистические государства. То есть некоторые капиталистические государства считают предпочтительно для себя лучше соединиться в союз со соц. страной, с Китаем. Почему? Потому что Китай их не съест. А Соединенные Штаты демонстрировали многократно, могут съесть, потому что Югославию съели, Ирак съели, Ливию съели. Хотите, чтобы вас съели? Идите к нам. Нет, они говорят, мы вас с вами дружим. Индия дружит со Соединенными Штатами? Дружит. Вот стратегическое партнерство у них, и куда вошла Индия вместе со своим ядерным оружием? В Шанхайскую организацию сотрудничества, где Китай и Россия. А Пакистан, который конфликтует с Индией, рвался также и в 1917 году тоже вошел. Вот в эту самую Шанхайскую организацию сотрудничества входят четыре ядерные державы. Из них две, Россия и Китай, превосходят, значительно превосходят по ракетно-ядерному паритету Соединенные Штаты Америки. Поэтому вот вам картина сегодняшнего мира. Вокруг Соединенных Штатов Америки тоже есть ядерные державы. Франция, Израиль, Англия. То есть там тоже крупные. Но вот новые и молодые, и растущие капиталистические державы отправляются туда. Те, кто не пошли в ШОСП, пошли в другое международное объединение, БРИКС. Как расшифровывается БРИКС, кто знает? Бразилия, Россия, Индия, Китай. Опять знакомые вам. Индия, Россия, Китай. И Сауф, Сауф-Африка, Южная Африка. Южная Африка. Куда? Опять вокруг России и Китая. Тоже не хотят. То есть ситуация такая, что капиталистические страны некоторые, учитывая авторитет и определенный характер политики, из которой никак не следует, что их раздавят и задавят, они сближаются со странами, у которых переходный период. А в Китае переходный период объявили аж на сто лет. Поэтому некоторые странные люди говорят, вот там есть миллиардеры. Так это переходный период. Значит, там есть и капитализм, и социализм. А раз есть капитализм, так почему не быть миллиардером? У нас есть миллиардеры? А почему не может быть в Китае миллиардеров? И как они так быстро появились, когда мы совсем недавно были социалистической страной? И чего удивляться тому, что там в Китае это есть? Ну вот это вот общая такая картина, которую надо понимать. И когда мы берем политический спектр, у нас получается политический спектр. Теперь я отвечаю уже на ваш вопрос совершенно конкретно. Либо капиталистические страны. А что мы там наблюдаем? Буржуазия, мелкобуржуазия. И партии буржуазные, партии мелкобуржуазные и партии рабочего класса. Вот классовая, так сказать, структура этого политического спектра. А партии по-разному называются и разные, правильно? Теперь если вы возьмете страны переходного периода, ну Китай, то там вот тоже как политический спектр. Вот по-моему там, кроме КПК, есть какие-то еще партии, не претендующие на политическое управление. И по-моему в КНДР даже есть какие-то партии. Но точно я не знаю, это еще требует отдельного изучения. Ну и что, так сказать, мы тем самым видим, что политический спектр по классовому смыслу, он вот такой. Три класса существует, но в КНДР нету класса буржуазии и нету класса мелкобуржуазии в КНДР. Поэтому какой там политический спектр? Есть партия рабочего класса, партия Корейского народного демократического партии. Называется она так, трудовая партия Кореи, ТПК. Трудовая партия Кореи больше, в общем, и есть ее, так сказать, союзники, которые такой какой-то классовой основы другой не имеют. И имеют отличие только в оттенках. Так, следующий вопрос. Я хотела спросить на счет вопросов. У нас целый ряд есть, которые связаны с понятием культура. Конкретно там вопросы, например, культуре-история, культуре-экономика, культуре-нравственности, политика, государства и культуре-личности. На какие источники опираться? Ну, во-первых, у вас есть лекции, раз. Во-вторых... А вот таких вопросов нету, которые вы назвали. Я таких вопросов не видел у себя. Где вы взяли культуру-и, культуру-и? И вот что такое культура было, там есть понятие культуры, потом есть таланты, таланты, гения, это есть. Список у всех, только единственный список, потому что у номера. Ну и какие номера? Номер, пока скажу. Здесь 137 вопросов. Ну? И номера этих вопросов, например, 113, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 114. Ну, и что там написано? Культура и история, культура и экономика, культура и нравственность, культура и политика, культура и государство, культура и личность. Так, в чем вопрос? На какие источники операции? Вопросы к культуре. Значит, операция надо, во-первых, вы, что такое культура, мы разбирали в лекциях? Понятно, что такое, да? Знаете, что такое культура. Что такое экономика, разбирали? вам остается самостоятельно решить проблему. Если вы знаете, что такое культура, что такое экономика, как они соотносятся? Вот и все. А? И нравственность, по нравственности у нас была лекция, вопрос разбирался, разбирался. Значит, что такое нравственность, значит, что такое культура. Если я знаю, что такое лошадь и что такое корова, я могу их сопоставить. То есть вам надо только сопоставить эти два понятия и сказать, как они связаны. В чем тут сложность? Если есть в чем-то сложность, вот скажем, что вот вы пробовали что-то сопоставить. Культура и политика, например, да? Культура и политика связаны? Политика классовый характер носит? А культура? Нет. Культура, что такое культура? Культура же это накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. А накопленный опыт, он как бы в снятом виде это уже берет спящим. Это все результат уже деятельности. Как бы классовая борьба она затихла в культуре. В культуре она в виде образов художественных, да, литературных. Вот что такое Тихий Дон? Тихий Дон политическое произведение или художественное? Шолохова. Вот он получил Нобелевскую премию. Кто эту Нобелевскую премию давал? Ну, буржуазии же. А кто такой Шолох? Ну, он так, с точки зрения его как личности, там, скажем, он такой политический, вполне однозначно, ориентированный, коммунистический. Ну, и главный герой Тихого Дона. Он где закончил, в какой армии свое, так сказать, движение по политическим, так сказать, линиям. Да, это правильно. Они не могут прочитать тексты в родинахе. Это правильно. Это правильно. Но тут-то... Но это все прекрасно понимают, что поэтому некоторые были однозначно с политическим подтекстом даются. А здесь, в общем, ну, понятное дело, что Шолохов был коммунистом, так сказать, по своей природе, по политической деятельности. Но как писатель, как человек, который изобразил высоко художественно события, которые развернулись и в моральном, и в нравственном отношении, и в политическом, это же судьбы людей, показал на таком широком материале. Тут Шолохов дали премию Ахматову и Борхесу. Я думаю, что в данном случае, когда в один раз ставят Шолохову Ахматову и Борхеса, довольно понятно, что большая доля политического в этом была. Конечно. Вот. Правильно. Поэтому вы совершенно правильно, сказать, выводы сделаете, что нет таких, когда распределяют какие-то премии, распределение премии не культура. А это уже политик. А вот культура, это собственно художественное произведение, это культура. А премии, конечно, тут политика всегда присутствует, в той или иной степени. А что значит софт-пауэр? А? Софт-пауэр. Есть вот так. Ну, софт-пауэр. Мы, как раз в данном случае, слушали лекцию, куда Дмитрия Рудкова, который заведует отделом соединенного искусства, и даже он, который снова рассказывает про софт-пауэр. И если рассматривать культуру через призму, и призывы искусства через призму, как раз этой стратегии, то получается, что в ней достаточно много политического. Политический, вот я еще раз повторяю, что есть такое понятие философское в снятом виде. То есть вот была классовая борьба. Классовая борьба – это вопрос сугубо политический, а отнюдь не культурный. Но когда она изображается в культуре, то это какая форма постижения мира? Вот существует всего три формы постижения мира. Мы в самом начале с вами рассматривали этот вопрос. Первая форма – это религиозная. То есть как бы наши земные дела представляются как дела небесные. Вторая форма постижения – и это не значит, что религия никак не отражает нашу жизнь. Отражает. Скажем, Библия содержит много из того, что является опытом человечества. Правильно? Ну, как сказать, выражены, как вписание, так сказать, как обращение Бога к людям и так далее. Дальше. Вторая форма постижения мира – в образах. Вот если это постижение мира в образах, если речь идет о музыке, разве одинаковые мысли у нас с вами, если мы сидим на концерте? Нет. Потому что здесь мысли, здесь язык не нужен. Здесь у вас одни мысли, у меня другие. А вот чувства определенные, которые нас возвышают, поднимают или заставляют нас грустить, или могут нас, наоборот, настроение поднять, эти чувства носят уже, конечно, неполитический характер. И поэтому здесь вот политика как бы она угасла. Хотя вы возьмете там сколько угодно произведений, музыкальных специально написанных, но посвященных там или войнам, или революциям, или каким-то трагедиям, которые произошли на политической почве. В конце концов, кто был человеком, который убил карман? Он же контрабандист был. И она пошла в контрабандисты. И что это, опера контрабандистам посвящена, или она высоким чувствам человеческим посвящена, любви посвящена, правильно? Это разные вещи. Поэтому вы не изымите политику из жизни. Но постижение, может быть, не в понятиях, как бывает в философии, а в образах. Как только это в образах, музыкальных, литературных, архитектурных, это уже само по себе не политик. Хотя какой-то политический привпус, может быть, подтекст политический, у автора, может быть, политический взгляд хотел одно, получилось другое. Вот это мы должны как раз показывать, что это не надо смешивать, не надо смешивать политику и культуру, культуру и экономику. Экономика – это один, так сказать, пласт. Это что такое экономика? Это процесс проведения. Присвоение предметов природы в амках определенной формы общества. А культура что? А культура? А культура, вот если в ходе этого процесса присвоения предметов природы созданы богатства, материальные, они входят в какую культуру? В материальную. А технология в какую культуру входит? В духовную. То есть и люди, которые делают какие-то достижения, они растут, развиваются. Это, так сказать, вот развитие уже культурное, может быть, необходимое, связанное с образованием. Образование уже к культуре относится, хотя без образования не может быть хорошего рабочего или хорошего специалиста. То есть вот эту связь, вот имеется в виду, что надо показать, как вы можете применять вот эти понятия культура. С одной стороны, там, истории, экономики. То есть мы их поддельно рассмотрели, а вы рассказываете, какую связь вы тут видите. То есть, а можно рассмотреть и связь с той страной, что с точки зрения политики, когда культура начинает использоваться как инструмент точно такого же самого? Да, конечно. Культура уже используется. Ну, потому что вот эта вот бутылка, собственно, не для того, чтобы в меня метнули ее. Но ведь можете вы разозлиться на то, что как я вам отвечаю. И, значит, а потом скажите, вы были в состоянии аффекта. А раз в состоянии аффекта, уже мы возьмем правовой аспект, освобождает даже людей, которые совершили убийство. Говорит, вот оно совершено в состоянии аффекта. Такое, я наговорил, что вы не выдержали, и раз, и метнули. И попали прямо вот в голову. И я не выдержал. А если не выдержать, потому что образование... И тем не менее, а это не значит, что мы не должны различать все равно, для чего была эта бутылка. Она не для этого была. Она для того, чтобы вы могли, послушав, что я там сказал, отпить и послушать дальше, и все. Так, еще вопросы? То есть экзамен – понятие творческое, тем более журналисты – кто такие, тем более заочные. Они вообще все... У вас все заочные. Никто вам ничего не подскажет вообще. Все должны сами думать, творить. Это хорошо. Потому что самостоятельность, она... Вот люди читают, читают, и какие-то штампы у них. У вас штампов меньше всего. Правильно? Чем меньше ходишь на лекции, тем меньше штампов. Правильно понял? Это метод такой есть. Но вы же не прекращаете заниматься, правильно? Я тоже, например, на некоторые лекции не ходил. Я ни на одну лекцию по политэкономии не ходил вообще. Но я читал в это время «Капитал». Как звонок, я вот открываю, иду в библиотеку и начинаю читать «Капитал». И я так прочитал. А на занятии семинарском, там же очень злая тетенька была у нас, она подходит, что вы там такое делаете, я капитал читаю. Видит, подходит от меня спокойно, и все. И я два тома «Капитала» прочитал, не потратив ни одной минуты. Ну, кроме того, что вот были занятия по политэкономии. Ну, третий том пришлось читать по воскресеньям. Если я скажу, что вы там сейчас делаете, я Гегеля читаю. Я с уважением отойду, на что я могу сказать. Не читайте Гегелы, давайте я вам расскажу. Так, еще какие вопросы есть? У вас вопрос. Вы с вопросом же пришли или с ответом? С ответом. С ответом. Да. Еще вопросы от тех людей, которые еще не сдавали вам билеты и хотят им сдать взамен. Что за билеты такие? Билеты у меня никто никакой. Я вам вопросы, ответы на вопросы. Так. Он хочет собирать завтра на экзамене. Они отвечают по всему списку, тянут билеты, такой вопрос был, либо они выбирают? Они выбирают два, так же все выбирают два вопроса. И отвечают. Да, приходят на экзамен. Или приходят на экзамен, выбирают. Когда они выбирают? Это дело хозяйское. А также вопрос о тех, кто отсутствует. Скажите, пожалуйста. А вы их, у вас доверенность есть? Да. Хорошо. С печатью? Это дело, вы же заучники. Где хотите, где и пишите. Можете, вы не видели, там есть такая фотография, как у нас в Таврическом дворце, Ленин там на ступеньках, на ступеньках Таврического дворца, был первый конгресс комментарий, он что-то там пишет. Ну где вы там напишите ответственность, это разве я могу вмешиваться в вашу творческую лабораторию? Где хотите, там и пишите, когда хотите, тогда и пишите. Я-то что должен проверять? Содержание, правильно? То есть вот, а где бы вы ни написали, я спрошу, а это что такое? А почему это так? А как вы это доказываете? Объясните это. Вот вы меня спрашиваете, я объясняю. А завтра будет картина противоположная. Я спрашиваю, вы объясняете. Если вы не можете объяснить, но если вы только что написали, скажете, не можете объяснить. А если вы так давно написали, так и не можете объяснить, но это еще усугубляет вашу вину. Что вы там такое написали, и могли бы вы к этому вернуться и посмотреть. Знаете, как вот люди посмотрят, что я написал, что за чушь. Ну и, так сказать, такой существует метод. Написать заранее что-нибудь, потом, через некоторое время, ну, события какие-то, вот вам казалось так здорово, потом посмотришь. А уже не так. Могу вам рассказать по этому поводу анекдоты. Один товарищ, вполне возможно, что он был журналист. Но, как всегда, журналистам и ученым нужна какая-то идея. А она не всегда приходит, светлая, такая талантливая, вокруг которой можно было бы все это завернуть. И он очень боялся, что идея придет не днем, когда он спокойно запишет, а ночью. А потом он заснет и все, а больше она не придет. И вот он приготовился к приходу этой идеи. Он всегда держал, значит, стол, на столе была бумага. И не авторучки, которые могут не писать, а карандаш, который никогда не подведет. Вы в курсе дела, что когда полетел корабль «Союз Аполлон», закончились мы учения наших американских коллег. Потому что они говорят, что у русских нет никаких проблем, потому что со всеми этими авторучками в космосе проблемы с черделами. А наши вооружились карандашами и спокойно все записывают. И вот он положил карандаш. И вот однажды она пришла. Мысель. Он вскочил и сразу эту мысель записал. И лег спать. И проспал 13 часов. А куда ему теперь впишите? Она уже поймана. И вот он просыпается уже в середине дня. Солнце светит в окно. Открывает это окно. Смотрит на столе. В бумаге там написано. Воздух сух, как гвоздь. Так что бывает, что заранее напишешь, потом почитаешь. Оказалось такая. Все-таки думал, что это великая идея. Оказалось, идея не такая великая. Более того, могу по-другому к этому подойти, чисто по-философски. Вот вы хотите ведь в сущность проникнуть, да? Когда вы пишете. Я правильно понимаю? Не только какой-то поверхностный свой взгляд, а в сущность проникнуть. А в сущность можно? Она на поверхности лежит, сущность или нет? А как получается сущность? Сущность получается так. Надо иметь какое-то бытие. Ну что-нибудь напишите. Вот сейчас возьмите, напишите. Вам кажется глупость? Не обращайте внимания. Пишите, что получится. Бабушкино сказки. Кстати, журналисты должны этого тоже знать. Как проникнуть в сущность? Надо тогда не сходу думать, что получится. Два этапа, две ступени. Вот вы написали что-нибудь, дайте полежать. А потом это исправили, это редактировали, это убрали. Сюда дописали. Это что уже? Вот в сущности есть отрицание по сей я. Отрицание непосредственно. Вы поработали с непосредственным. Это первое движение к сущности. Можно еще потом поработать, редактировать. Это второе движение. Поэтому вот не так обстоит дело, что Лев Толстой шесть раз переписывал, потому что он был слабый писатель. А он каждый раз подходил и делал еще одно отрицание. Что значит? Он же не все отрицал. Отрицал только слабое. И это слабое переделывало, усиливало. Или если вы написали свою работу, выпускную, вот если вы заранее написали, потом вы смотрите, вот это хорошо, вот это слабое место. Исправили это место. Теперь вот это слабое, самое слабое. И так до момента сдачи. Поэтому всегда лучше раньше написать. Люди писат, пишут, под конец напишут, и получается, что не исправить, не поправить, не дотянуть, уже не успеть. Поэтому пишите, когда хотите. Но я объяснил, что лучше писать раньше, а потом доделывать. Так, еще какие вопросы? Вот вы пришли, здравствуйте. И вы можете задать вопрос, поскольку у товарищей, которые здесь, больше вопросов нет. Только на вас надежда. Какие были вопросы? У вас какие есть вопросы ко мне, как к лектору и экзаменатору? Нету? И вопросов нету. Без вопросов. Тогда на этом консультация завершается. Вот кто, что он мне хочет дать показать, вот сюда можно садиться, а я буду смотреть. Давайте. Можно показать, что он в конце уже, да? Сначала, но это не... Вот сразу вам скажу, что здесь нету вашей ни фамилии, ни подписи, ничего. Да, это я не сдаю, я просто хотела сказать. Я понимаю, но вот имейте в виду, что если нету, вот здесь нет фамилии, а здесь нет подписи, это не рассматривается. Да, так что? Идеология, идея? Ну, так что вам вопрос? Ну, сегодня я не ухудшила. Ну, потому что было бы идея, но это будет защищающая жизнь. Нет, ну давайте, консультация у нас закончилась. Вы же сказали, что в конце вам подошли. Только подошли. Так у вас консультация закончилась, сейчас у вас что вы хотите? Это что у нас с вами сейчас начинается? Если вы хотите отвечать, тогда давайте ответ и всё. Я же сказала, что мне нужно посоветоваться, ничего ли я не упустила? И вы сказали, подойди в конце. Ну, это не вопрос. Ничего я не упустила, это не вопрос. Ну, как вопрос должен быть какой-то, что вам непонятно? Что значит ничего не упустила? Нет такого, не может быть такого, чтобы нельзя было что-нибудь добавить. Ну, окей. Вы сказали в конце подойти, поэтому... Ну, вы подошли, правильно сделали. Но вы понимаете, что всегда можно добавить, потому что вы написали я на эту тему книгу написал я сейчас буду рассказывать сколько еще можно эту тему написать это неправильно понимаете да вы главное должны сделать сказать важно чтобы вы не сделали несколько неправильных высказываний эти у вас есть сомнения в чем-то вот а все нельзя объять необъятного как сказал кольма пурков все никогда не опишешь а если у сказать у меня будет вопрос на вы ответите и все да так что нормально так подписи нет надпись товарищ журналист надо отличать над и и под два таких понятия над сожалению нет это не у вас нет места вы так оформляете свою работу что у вас не осталось места для подписи документ без подпись анонимка вы принесли анонимку она не рассматривается можете кто я же не говорю что хочу не можете я говорю что нету нет как бы себя только что вы доказывали что нет места уже нашли и все в порядке проблемы это и не вообще не проблема но это надо понимать что мы скажем как на какой-нибудь документ вы можете представить юридически берется быть бесплатно это серьезное мы сейчас делаем у нас в государственном университете вот я профессор вы у нас четвертый курс ну вообще мы с вами государственные люди и вы мне приносите что-то непонятно что вот теперь это все мне понятно так так это первый вопрос и 111 вопрос так начинаем смотреть уровень материи соответствующая форма и организации ну вот вам вот вы говорите в определении ленина гулять написано что это определение не написано вы почему считаете что это определение вот вы посмотрите вот вот вы говорите это определение ленина да вот я беру и рассматриваю материя философской категории для обозначения объективной реальности которая дана человеку то есть чтобы знать что такой материя должен знать человека что такой человек зачем тюжи за определение материи в материи сначала была в человек потом появился что же нельзя понять без человека что такое материя это раз что значит которое дана кем дана фамилия богом hearste к вам претензию ленина не написано что это определение это высказывает розы есть растение. Это определение розы? Это правильное высказывание Ленина. Правильное. Но это не определение. Я вам объяснял, что такое определение. У Гегеля есть определение. Это качество, которое в себе, в простом нечто и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. С чего вы взяли, что это определение? Это неправильно. Это не определение. Так, свойства материи. Уровни организации материи. движения по существованию. Механические мечты социальные движения. Так, хорошо. Это первый вопрос. Второй вопрос будем смотреть. Распределение культуры и поп-культура. Распространение культуры и поп-культура. Вы отрисвляете поп-культуру и популярную культуру? Тут вы написали популярная культура. Ну да. Но это отрисвляете, да? Ну я... Или они различаются? Потому что популярная... Вот есть популярная музыка, популярные журналы. Разводные от популярной культуры. Поп-музыка, поп-арт, поп... Ну вот там... То есть это вот некоторое особое направление все-таки? Не все популярные же называются поп-культуры, правильно? Не знаю, насколько я поняла из словарика, поп-культура — это именно сокращение от популярной культуры. Сокращение или направление в культуре, которая, так сказать, вот так называется. Вот я поняла, что это именно вот популярная культура, которая... Просто популярная культура. Ну у вас написано «популярная культура», вы не пишете поп-культуру. Поэтому к вам претензий нету тут. У вас написано «популярная культура», это область культуры, доступная для понимания, присутствует всех социальных слоев. Да. А вот теперь поп-культура и массовая культура. Вы их разделяете, да? Я пишу про то, почему есть два понятия, которые вроде бы кажутся тождественными, но в отечественной традиции они не тождественны, в западной традиции они отождествляются. Они синеймичны. И поэтому некоторые положения, которые, например, касаются анализа франкфуртской школы массовой культуры, они могут быть применимы к культуре. То есть просто... Понятно, да, согласен. Понятие по культуре и массовой культуре примерно тождественное. Я хотел бы пойти вам навстречу и задать такой вопрос. Тождественное. Вот то, что тождественное, оно различается или не различается? Я так понимаю, что тождество – это равенство? Нет. Вот мы с вами, как люди, тождественные или нет? Вот вы человек, я человек. Мы равны в правах. Нет, что значит в правах? Нет. Я спрашиваю, мы, как люди, с вами тождественные? Или нет? Ну, с биологической точки зрения, по большей части, наверное, в общем-то, наверное, нет. Почему с биологической? Во-первых, человек – это, прежде всего, социальное, а потом уже с биологической. Потому что сущность человека... Ну, социальные роли у нас, естественно, совершенно разные. Два роли-то у нас разные. Но мы тождественные или нет, как люди? Нет. Ну, а какое может быть равенство людей? Вот скажите, пожалуйста, какое может быть равенство людей? Забудьте вообще о равенстве. Если вы равен... А что перед законом? Ну, только перед законом. А законов не будет. Разве законы вечные? Государство вечное, что ли? Равенство ценности нашей жизни. А? Равенство ценности нашей жизни. Ну, как может быть равенство ценностей? Совсем вот. Ну, как? Вот один одно любит больше, другой – другое. Как такое может быть? Такое может быть. Разве может быть равенство? Вот даже если вы возьмете вот чисто арифметическая разница. 5 равно 5, да? Можно писать? Вот сейчас у нас есть GPS или другой спутник, который вам скажет, что это вот одни координаты, это другие координаты. Это слева, это справа. И как бы вы ни писали, вы никогда не напишите 5 и 5 одинаковыми. А если вы напишите одинаковыми, то начнете пересчитывать молекулы и точно они не совпадут. Близнецы разве как? Самое, что иногда есть похожие, они разве не отличаются? А разве бывают такие вот люди, которые ничем не отличаются? А разве бывают в обществе что-нибудь, чтобы ничем не отличалось? Не бывает. Поэтому понятие то, но есть философское понимание. Вот если вы откроете учение о сущности Гегеля, там написано, что тождество есть всегда тождество различного. Мы можем быть с вами тождественны только как люди, а во всех отношениях мы не тождественны. А это вот тождество. Различие. А мы различные люди. Теперь о различии будем говорить. Мы с вами различные люди. И вот мы этим утверждением, что различные, только подчеркиваем, что мы кто? Люди. А то есть тождественность. Поэтому у Гегеля доказывается учение о сущности, то, что вы еще не изучали, поэтому к вам и претензий нет, потому что это не такая простая вещь. Тождество всегда тождество различного, и различие всегда различие тождественного. Вы говорите, различные деревья. Различие можно говорить когда, когда берете деревья, одни и те же. Правильно ли я понимаю, что это получается, что дуб тождественны и березы, потому что они разные деревья? Да, дуб и береза это деревья. Раз деревья, то есть как деревья, они тождественные. А вот как они, но это различные деревья. А дуб и дуб? А дуб и дуб разве бывают равны? Никогда. А желудь это дуб или не дуб? Игенный дуб. Желудь это дуб? Дуб потенции. А вот такой вот, а такой вот, почему только потенции? Он дуб. Что это, береза что ли? Ну, желудь это дуб. Так, а вот саженец дуба, вот такой, тоже дуб. Огромный такой дуб, тоже дуб. Это все дуб, но они все различные. Поэтому так легко разрешается такая проблема, за которую некоторые бьются. Что раньше было, курица или яйцо? А курица это кто? Это яйцо. Яйцо это курица, правильно? Ну, поэтому все это курица, только в разном, на разных этапах своего развития. Так, вам можно поставить, отлично, натяжка небольшой, но поставить можно. Правильно делаете, что защищать надо свою позицию, вы ее защищаете, но я на вас нападаю. Зачем? Чтобы вы защищались. Чтобы мы думали. Естественно. Если вы думали на эту тему, то вам есть что сказать. Александра Суботина, все понятно. Таланты и гений. Ну и так, гений, человек выдающийся, направивший свои способности на развитие человечества, своей деятельностью продвинувший. А вот если он только направил, это еще не гений, да? Если направил и нет гений, это человек, направивший свои способности, имеющий эти способности, добившийся результата. То есть реально продвинувший. Да, вот кто реально продвинул, тот гений. Поэтому никогда, вот скажем, можно сказать, гениальный ребенок, но это понятие к ребенку, строго говоря, гений неприменимо. Есть, свершился факт, гений всегда мало, а способных людей много. Способных это много. Да, очень много, да. Так, хорошо. Понятные классики, культуры. До свидания. Ну что, там тоже можно отлично поставить. Типа социальных революций. Толя есть. Хорошо, все оформлено, хорошо, красиво, все понятно. Понять социальные революции. Так, ну у вас не понять, у вас типы социальных революций. Так, о типах и формах. Сейчас будем смотреть. Какие же типы у нас сейчас, вот еще. Вот, тип социальной революции определяется экономическими и социальными противоречиями. Это нехорошо. Экономическими и социальными, это очень нехорошо. Что такое социальные? Социальные что такое? Общественные. А экономические, это что, не общественные? Вот можете сказать, вот я скажу, принесите мне, пожалуйста, яблоки и антоновку. Социально-экономические, да. А вот экономические и социальные, это, конечно, недопустимо. это ненормально. Это одна общественная корречка информации и другая, как и все. Более того, вот скажем, экономическое, это самое главное в социальном, возрастного. Социально-общественное и среди всех общественных отношений выделяется экономическое. Пришли люди и студенты, так можно сказать? Вы скажете, как вы относитесь к нам вообще, что это такое? А вот скажете, пришли преподаватели и люди. Ответ, наш ответ Чемберлену, да? Так? Ну, так и есть, студенты и люди. Мне кажется, в отношении первокурсников, это самое главное. Это прям восточное. Спасибо. А вы перебили. Спасибо. Сенсунистический. Так. Хорошо. Противоречивой характер общественного развития. А вот вы говорите, философия, нет единой теории общественного прогресса. Это странно или это, так сказать, понятно? А как может быть единая теория, если в идеологии, какие, сказать, существуют противоречивые позиции в идеологии? А как может быть единая теория социального прогресса? Как-то вам как-то? Вот вы так пишите, как будто это не нормальность или это совершенно закономерно, что и не может быть единой? Её и не может быть, да. Так, остаётся мне спросить у вас, а что такое прогресс? Прогресс – это развитие от низшего к высшему. Развитие – это движение низшего к высшему, от простого к сложному. А что такое прогресс? И что такое регресс? Прогресс – это процесс. То есть, вот тут есть развитие. Вот здесь есть прогресс где-то, да? Там где-то, вот там регресс. Или это связанные понятия? Прогресс – от низшего к высшему, а регресс – от низшего к высшему. А, ну да, регресс – от высшего к низшему, прогресс – от низшего к высшему. ну и где это все происходит в идее это происходит как соотносится вот три понятия смотрите вот три понятия развития пишу развитие прогресс регресс вам надо вот эти три понятия обрисовать какая какое понятие самое из них развитие развитие что такое да это у вас сейчас идет отрицательное развитие не торопитесь вы подумайте немножко подумайте я пока вы подумайте надо чтобы вы не наговорили то чего не нужно говорить развитие прогресса и регресс как они связаны между собой что здесь является более общем развитие более так и что вот как они все эти сопоставляются все эти понятия так это у нас черняшка и яна сергеевна журфак все таки факультет что это не умер пока ей журналисты до тип цивилизации духовная культура специфический способ человеческой деятельности способ это да еще специфический есть деятельность а духовная культура специфички способ и что это за способ такой как-то непонятно сказано вам понятно что культуру способ деятельности вот я могу каким способом добраться до дома могу добраться на трамвае могу на троллейбусе могу пешком дайте и чудо как-то культуру как способ человеческой деятельности что такое культуру вообще вы идете исходите из понятия культуры что такое культура вот с понятия культуры начнем да вот есть культура ну подойдите давай сначала вот это же не ответ сфера человеческой деятельности так любая сфера что ли у вас культура пришли сказать сфера человеческой деятельности так их тысячи этих сфер ну так какая сфера человеческой деятельности так что такое культура а наука что не бездуховная если дух вон тогда уже будет и все тогда нет культуры вот там мумии лежат в эрмитаже они точно бездуховные дух у них из них давно вышел но они сохраняются что-то какое-то вот так подумать немножко вам надо что если давайте вы подумайте а мы сейчас ну вы разобрались да развитие прогресса регресс развитие это же процесс прохода от одной стадии к другой к этой стадии то есть вот я сейчас развиваюсь и перехожу к стадию дожития это вот это развитие вы считаете это точно я перешел стадию дожития вот порваться не скажу что вы доживаете правильно я вам заведую а вы про меня можете сказать ну и так сказать из соображений перед экзаменом так сказать вот воздерживаетесь это говорить это чем в этом развитие состоит движение это точно вот я ехал и упал движение от вот когда человек падает шестнадцатого этажа это разве не движение это развитие вот смотрите как он развивается и скорость набирает и набирает и набирает и даже ускорение у него же есть так это вы еще не додумались так нет у вас свои вопросы у вас ничего такого страшного нет вы можете завтра прийти я дома этот вопрос для себя решить или посоветоваться с товарищами или спросить на консультации у меня убрать это дело да и завтра прийти как ни в чем не бывало правильно структура потому что это в таких вопросах но как-то но это такие вопросы в которых надо разбираться как-то однозначно не может быть такая путаница структура общественного сознания вот сейчас вам выясним какое у нас сознание сложное явление ну раз сложная значит она сложная из простых стороны свокупных взглядов идей и настроения людей настроение входит в общественное сознание сомневаюсь это общественное сознание настроение но настроение я имею ввиду коллективное настроение ну как оно входит сознание в каком в каком смысле настроение и как раз и бывает настроение только одно лишь настроение дело никакого не делаем настроены хорошо вот вы настроение у вас на отлично это говорят как это как как говорят на военной кафедре подход отлично ответ 2 отход отлично общий 4 внутри 12 но сознание тут причем вообще что такое сознание как как вы понимаете сознание то что я не спрашиваю какой я спрашиваю что это такое я спрашиваю что такое телефон убить это сложно и очень прибор дескать чего вы задаете такие вопросы вам такие вопросы не надо и задавать такой сложный прибор значит это отражение человеком вот не то каким образом а именно отражение человеком явление природы общественной жизни но если это отражение человеком при чем тут настроение людей еще зачем-то ну взглядов понятным подка отражается во взглядах идеях а настроение тут как как они настроение это это с психологии относится не к сознанию психологии внутреннему миру человека внутреннему осознание это немного то что вот во мне выражается в понятиях идеях вот у вас начинается а вот это вот настроение это выжда то есть грузили вы в машину а это погрузили это погрузили и какие-то кирпичи тут лежали и эти кирпичи покидали туда все равно уж машина пришла то лишь не за тоже не надо добавлять это не оценка настроение это настроение это настроена с человека на чего-то совершение от сознания причем он может настроен очень хорошо он не сознает что делает все разве не бывает чек вот что-то сделал под настроение потом печалится вот у вас есть форма общественного сознания есть в обществе различные противоположные классы у них сознания одинаковые или про то же противоположные или различные такое деление существенно у вас его нету среди тех вот форм там политическая или вот может это в политическом политическое сознание одинаковое у представителей разных классов учитываете как то он запрещает учет учитывая какая территория какая-то страна какая религия это все вместе в соукупности это ты выучили это ты вы это ты вы да это же сугубо индивидуально что сегодня классовое понятие классовое сознание вот идеология относится к сознанию я вот идеологию вас тут не увидел политическая правовая моральная эстетическая религиозная научная философская а идеология есть где она у вас нет вот у вас форма общественного сознания все форму а как это вы выбросили из форм общественного сознания идеология это не форма общественного сознания меня учили так кто такой художник это который берет нужную кряску и придет ее в нужное место а если вы не ту кряску положили не в то место но и что написано идеология система взглядов и установка то есть она в общественное сознание не входит вот я из этого и ну как нет вот если вот пишите здесь что это идеология а потом пишите форму общественного сознания идеология не входит в них но я же вижу что не входит у вас так построено что не входит нет вообще просто я же немножко по-другому осматривала то есть я рассматривала изначально просто общественное сознание и идеология важно не как вы рассматривали а чего рассмотрели а что получилось а получилось что у вас идеология не входит формы общественного сознания вот у вас написано все правильно это систематизированное отражение общественных интересов то есть что надо делать искать надо соответственно ставить так ну чё хорошо могу вам поставить как до скорой встречи что это вид ну когда ну да а культура что такое а культура то что вы убираете бумаги я вам разговариваю как правильно формулирую завтра приходите и все но если вы завтра могли бы и так бы ответили я завтра поставил вам два а у меня вопрос к вам потому что такое культура потому что как вы можете отвечать на вопрос духовная культура не знаю что такое культура у нас же экзамен по всему курсу эти вам вопросы нужны для чего чтобы вам начать экзамен чтобы не было видно так сказать понимаете а у меня необычно экзамен по философии нет такого не бывает экзаменов всегда экзамен по всему курсу и всегда экзаменатор может дополнительные задать вопросы не рассказывать у меня университете с 1971 года преподаю очень давно а если взять со студенческих лет то 63 года и очень все знаю нравы привычки какие бывают и все экзамены сдавал у всех всяких академиков так что не рассказывайте лучше скажите что такое культура подумайте скажите ну культура вот вы человек журналист я спрашиваю что такое культура вы какие-то хотите чтобы я вам дал скидки и и оправдал бы то что вы не можете сказать что такое культура вы как-то должны подумать собраться и сказать что такое культура всеобъемлющие понять хоть сто раз я берем еще у меня лекция была этом посвящена нет ну что я могу сделать у нас это есть вопрос вы бы если это вы сами изучаете сами изучать на лекции допустим определенный вид человеческой деятельности направлен на развитие формирования сохранения сейчас скажите культурных ценностей и получится масло масляное и получится замкнутый логический круг да но это не такая простая вещь ну разберитесь с этим вопросом ну я у многих уже спрошу и люди знают и говорят вот вдруг я наткнулся на то что вы не говорите что-то факт это идет от общего к частному к votes если они знаете что такое яблоко потом вы давайте нам дам разные сорта не скажите что такое яблоко потом сорта если вы не скажете типы машин вам давайте что такое машина а потом уже типа ну как это может быть это не楽iehit не может а потом начинаем делить мы уже умеем что-то делить не знаю это вообще наука философия а все в общем а все в общем а вы хотите ее мелкими брызгами растащить на мелкие части. И она не растаскивается на мелкие части. Так остается у вас. У вас та же самая проблема. У вас есть общее понятие развития. Я не совсем понимаю, что не так в том, что я сказала, что развитие это процесс прихода. А из одного качества другой. То есть это может быть... А кто переходит? Иванов? Нет, не обязательно. А у вас, как говорится, еще из одного качества в другое. Не обязательно качество меняется. Но оно может быть циклее. Ну вот ваше качество не меняется, а вы развиваетесь. А что, качество у вас поменялось? А что вы, какое качество поменялось? Не обязательно качество развить. Вот это неправильное определение. Все скачки какие-то хотят качество поменять. Причем тут качество? Вы и так все хорошо выглядите. Зачем вам качество менять? Или там вы человек умный, а поменяете качество, будете не умный. Ну что такое поменять качество, представляете? Вы что? Что за задача такая? Поменять качество. Нет, это неправильное определение. Хотя он сказал, движение от одного процесса к другому тоже неправильное. По форме не совсем правильно, потому что движение от... Кто движется-то? Движение от одного. Так как это... Что движется-то? Почему от? Кто движется? Человек, общество. Вот, как некий субъект, да, или субъект. Или субъект, или субъект, или субъекта. Материя тоже развивается, не обязательно человек. Значит, это движение. Во-первых, движение. Так, это правильный ход. Движение. Какое теперь движение? Не от чего к чему, а какое. Вот теперь какое, а какое. Если вы напишите от к, то это кто-то третий. А вот вы от себя к себе развиваетесь, или... А можно сказать, что развитие движения от себя к себе? Вот вы развиваетесь или нет? Так вы ко мне, что ли, развиваетесь? Так вы от себя к себе. Можно сказать, что всякое развитие – это движение от себя к себе. Различие какого-то нечто. Нечто развивается. Оно двигается от себя не от Иванова к Петрову, а не от Петрова к Сидорову. А Петров развивается. Петров от Петрова к Петрову. Но от какого Петрова, то к какому Петрову? Вас как зовут? Алиса. Алиса. Вот вы от Алисы к Алисе двигаетесь, правильно? Ну, от какой Алисы, к какой Алисе вы двигаетесь? Алиса одна и та же. Но будучи одной и той же, вы двигаетесь от какой? От себя старой, к себе новой. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, или наоборот, если это регресс. Ну, тогда это не развитие. Почему это вот? Вы сразу, не определив развитие, вы, значит, двигаетесь, начинаете говорить о регрессе. У вас есть три понятия. Есть понятие общее. Какое понятие общее? Развитие. Значит, пока вы не решите, что такое развитие, говорить о регрессии и прогрессии не надо. Правильно? А они вас сбивают. Вот развитие-то что такое? Ну, вот, теперь сядьте на мое место и скажите, что вот человек не знает, что такое развитие. Что можно поставить человеку? Потом он будет говорить о духовном развитии, о общественном развитии, там, и так далее, и прочее. И что? Я ничего такого положительного не могу поставить. Могу только у вас. Материи, так? Любой материи, просто движение. Движение. Ну, любое, что ли, движение? Любое движение. Вот сейчас я выпрыгну и буду падать от вашего ответа. Вы скажете, о, наконец-то он развивается. И богатство, и все. А кто будет вам оформлять оценки? Ну, я думаю, вам надо поступить так же, как вот предыдущие товарищи, так сказать. У вас есть коллеги, пообсуждайте с ними, что такое развитие. В чем смысл, так сказать, и положительный шаг? Вы попытку предприняли? Ну, не все же мировые рекорды с первой попытки. Развитие, например, не всегда бывает с первой попытки, правильно? Попытка у вас была? Была. Это хорошо? Хорошо. Консультация по тому вопросу, который бы выбрали. Это нормально. Вот если вы были, у меня были аспиранткой, я был бы ваш научный руководитель. Вы пришли бы мне и принесли статью. Я сказал бы, это не то, это не так, надо вернуть, переделать. Так все и работают, так ведется вся научная работа. В университете и во всех научных учреждениях. Это нормально. Причем приходят и ругаются между собой еще. У меня был научный руководитель, герой Советского Союза, Иван Васильевич Котов. Ну, мы с ним ругались, страшное дело. Потом он написал мне положительный отзыв, и я защитился. По кандидатской. Ну, если честно, я могу сказать, что если студенты четвертого курса университета не знают, что такое культура, это очень обидно. Вот мне, например. Ну, если такое определение, как... То есть это не предмет обиды, это у нас с вами серьезное государственное дело. И надо его делать как следует. Ну, у нас ситуация в стране такая, что толком вам учиться не дают, вы должны бежать на работу. Правильно? Ну, вот, что не повезло. Много причем их набралось. Вот пойди на встречу, потом еще и обиды будут. Так, ну, вот, всего. Так, ну, вот.